Всем привет, меня зовут Мария, и я являюсь преподавателем онлайн-школы программирования Pixel. В этом уроке мы с вами разберем, как сделать перемещение 3D-объекта мышью. Открываем Unity, и нам нужно подготовить сцену. Здесь нам потребуется куб, нажимаем в иерархии на плюс либо create, 3D-объект, куб. Переходим во вкладку сцена. Куб у нас не отображается во вкладке game, потому что он не входит в позицию камеры, то есть его не видно, поэтому нам нужно наш куб настроить. Для того, чтобы проще было переместить куб и сразу был виден результат, во вкладке game мы нажимаем, зажимаем левой кнопкой мышью, и перемещаем ее в правый угол, чтобы она также отображалась у нас, чтобы нам было видно. Далее нам нужно настроить позицию куба. Мы немножко его перемещаем вперед, вот у нас здесь отображается камера, немного перемещаем вперед, правее, вниз и на камеру, чтобы его было видно. К примеру, вот так. Сейчас куб видно очень плохо, потому что он сливается с небом, и давайте создадим ему дополнительный материал. Для этого в окне проекта правой кнопкой мышью Create Material. Название давать никакого не будем, оставим так, и дадим какой-нибудь цвет, чтобы его прям было хорошо видно. Ну, например, давайте сделаем вот такой цвет, синий, чтобы он прям отличался от заднего фона. Вот, теперь рассмотрим скрипты. У меня уже есть два заготовленных скрипта. Почему два? Потому что у нас будет два разных подхода. Один простой, но очень узконаправленный, а второй уже может использоваться для различных целей, для самых разных. Давайте посмотрим на первый скрипт. Чтобы создать вам скрипт, правой кнопкой мыши в окне проекта Create, C-Sharp Script и даем название на английском языке. Чтобы открыть скрипт, левой кнопкой мыши двойным кликом открываем и переходим, непосредственно, в скрипт. Первый скрипт вот такой короткий. Что у нас тут есть? Первое — это переменная типа float, скорость перемещения. Далее у нас идет Fixed Update. Всегда мы использовали Update, но в этот раз мы будем использовать Fixed Update. Чем он отличается от простого Update? То, что Fixed Update не смотрит на вычислительную мощность вашего компьютера и будет выполнять свое предназначение, независимо от способности вашего компьютера. Это первая его отличительная черта. Далее у нас идет условный оператор if, и мы проверяем, зажали ли мы левую кнопку мыши. Именно зажали, потому что getMouseButton отвечает именно за зажатие. Далее. Вектор 3, mouse. Сюда мы записываем координаты мыши, где происходило нажатие. И куда наша мышь ведет. Мы уже проходили Input Horizontal, когда у нас было в скобках. Это когда мы нажимали на кнопки клавиатуры, и у нас двигался персонаж. Теперь мы будем использовать ту же систему, только с мышкой. Умножаем на скорость, вот эту, которую мы здесь объявили. TimeDeltaTime для сглаживания. Видите, здесь у нас в первую очередь стоит как раз-таки наша мышь. Это означает, что мы будем двигать ее по х, а по у и по з у нас стоят нули. То есть мы будем двигать только по х. Чтобы добавить движение по у, мы вот эту строчку сможем скопировать. Место нуля вот здесь ее вставить, и mouseX поменять на у. И у нас будет перемещаться вверх и вниз. Теперь дальше у нас идет метод transformTranslate, и в нем у нас как раз-таки наш вектор mouse умножается также на скорость. Что делает Translate? Он перемещает наш объект, то есть меняет ее координаты еще и плавно. К тому же, потому что Translate отвечает за плавность перемещения объекта. Сохраняем, и теперь переходим снова в Unity. Здесь нам нужно добавить скрипт. Давайте добавим скрипт. Перемещаем его. Давайте запустим и посмотрим, что в результате у нас получилось. Вот, сейчас наш объект очень прям сильно дергается. Это из-за того, что у нас стоит очень большая скорость. Давайте уменьшим с 10, к примеру, на 3, и мы сможем как раз-таки управлять чувствительностью управления. И давайте добавим физику. Поставим здесь галку из кинематик и запустим нашу Unity. Вот, наш объект перемещается с помощью мышки. Все равно чувствительность очень большая, поэтому можно еще сделать меньше и тем самым уменьшить ее скорость. Но давайте теперь перейдем к другому скрипту и посмотрим, что у нас здесь есть. Он уже немного побольше. Сначала разберем первые переменные. У нас есть две переменные вектор 3 глобальные. Дальше у нас есть две функции onMouseDown и onMouseDrag. OnMouseDown будет отслеживать нажатие на наш объект. То есть мы что на него нажали. А onMouseDrag будет отслеживать как раз-таки перемещение мышкой, зажатой мышкой, что мы этот объект перемещаем. В PointScript мы записываем мировые координаты. Далее здесь мы записываем оппозицию нашего объекта. Вот здесь вот можно даже не писать GameObject, потому что у нас уже определен GameObject, что у нас скрипт будет помещен на наш куб. Поэтому GameObject здесь можно обойтись без GameObject. Далее мы вычитаем из нее вот эти мировые координаты. Создаем новый вектор. И вот здесь мы используем уже немного другую систему. Здесь мы используем InputMousePosition.x, куда кликнула наша мышка по x, по y. Нет такой возможности взять клик мышки по координате z, потому что все-таки мы находимся в плоскости, когда перемещаем наш курсор мыши. Поэтому мы немножко хитрим. Вот здесь мы уже записали вот эту как раз-таки мировую координату и берем ее по z. И дальше, когда мы начинаем перемещать, мы меняем позицию туда, куда перемещается наша мышь. Сохраняем скрипт и теперь переходим в Unity. Здесь сейчас мы вернем Game назад, чтобы у нас было пошире окно, чтобы нам было удобнее просмотреть результат. И теперь удалим тот скрипт, MousePosition, чтобы он не мешал нам. На него нажимаем правой кнопкой мыши и нажимаем Remove Component. И теперь перемещаем второй скрипт. Запускаем Unity и посмотрим на результат. Вот, смотрите, уже движение намного четче, плавнее и интереснее. А на этом все. Чтобы глубже разобраться в Unity, записывайтесь к нам на онлайн-курсы. Ждем всех. А чтобы не пропускать новые видео, подписывайтесь на наш канал и нажимайте на колокольчик.